всем привет это дима баш это блог speak to bash и прежде чем начну наш ролик сначала подпишись на канал и поставь лайк у меня сегодня в гостях очень интересный герой музыкант артист красавец мы были на одной койке они были на другой я тип там паркуром занимался поэтому это была самая бесполезная трата денег моей жизни а это было очень забавно вокруг меня собиралась компания обычно да я любил это дерьмо там вывихи еще что то но наверное есть другая форма сознания чё женёк расскажи какие были конфликты вообще на днб сцене с тобой здесь в россии вот это хороший вопрос из глобального да вот пару лет назад был с весом женя привет подписался на канал окей ну ну а что погнали встречайте евгений black bar и л.к. вот так выглядит как сам как универсал да да не занес не нормаль все хорошо да так слушай даром и сначала выясним один из на полка то очень интересует ты все-таки ирландские виски или или черная бочка каждый раз по-разному ну что тебе больше предпочтительный но я не очень люблю высокоградусный алкоголь потому что у меня псориаз и он плохо реагирует на высокую такую алкашку так что вино нормально можно попить вот ты такой популярный артист и тебе вот джеймсон не предъявлял за никнейм за использование бренда нет я еще пока не видимо не дорос до этого я не против в коллаборации да 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 то есть ты хотел бы что твое лицо было на бутылке сискарем почему нет интересно может быть стоит им написать может быть давай немножко глубинство детства вот где-то родился я родился и вырос в санкт-петербурге большую часть жизни я провел московском районе потом как-то так сложилось что я переехал на ленинский долго тусовался там а потом переехал сюда и вот уже несколько лет здесь обосновался и в детстве тебя были кинтурические наклонности ну мне хотела мне нравилось рисовать и мне хотелось вроде насколько я помню хотел заниматься музыкой но мама отдала меня на танцы в принципе и там я тоже себя проявил меня даже хотели в тодос взять но мама отказала и сказала что мы очень гордо будем ходить в эту школу там я остался один и ну один в плане у нас в коллективе было где-то 30 девочек и был я один ну и как-то в общем мне видимо стало скучно там и я ушел перестал ходить скучно да сколько лет ты ходил в финансовую школу года три-четыре где-то наверно что помнишь что помнишь какие-то движения да но они так и не улетают у меня из головы это вот это вот на выступлениях нет но танцполе иногда использую до сих пор так что что-то осталось во мне все ход приходный возраст у тебя были какие-то такие заскоки как уходить из дома у меня дома не было таких конфликтов где мне бы хотелось выходить из дома как-то миновало да так что не было такой я ни разу не убегал нет такого не было в 15 это был школе но я еще тогда доучился в школе как-то было а это было очень забавно это очень забавно было но если если подробностях то я не знаю стоит ли их рассказывать но сама ситуация смешная потому что твой первый секс это в общем-то типа как бы важная история и так сложилось что мы отдыхали с друзьями в балтийском берегу это под зеленогорском там где-то по-моему зеленогорск и в общем та девушка с которой я был она сказала что у нее все уехали и в общем можно затасоваться у нее мы тусовались такой пачкой с еще одним парнем и девчонкой и так сложилось что самый первый секс у нас был в общем то можно сказать у всех вместе в общем мы были одной койке они были на другой и это было практически невозможно потому что в тот момент когда я пытался заняться делом они смеялись и в общем отвлекали поэтому нормальный был чуть чуть попозже пару дней после а первый самый какой-то был не очень прикольно потом у вас были дальнейшие взаимоотношения да мы еще там какое-то время про встречались но мы были с разных районов и я понимал что как-то это надо либо вместе тусоваться каждый день ездить туда она жила на гражданке я жил на звездной ну то есть вы ходили в разные школы конечно надо вообще именно там и познакомились в зелике поэтому обычно интересно ну тоже да какой-то определенные ты думаешь не может быть это как-то повлиял он твой творческий путь в дальнейшем думаю нет нет думаю что нет а ты в школе когда учился кем был ботаником либо этим гангстером я был таким уверенным троечником ну смотря как если я был заинтересован дисциплине в принципе у меня могла быть хорошая оценка и я даже не напрягался но в целом я не очень стремился мне не нравилась математика хотя она вроде не сложно но мне кажется все зависит от педагога много вещей зависит от педагога потому что когда мне объясняли я все понимала у меня все получалось когда ну как бы я не поспевал за программа и такое часто бывало то когда мне никто не объяснял собственно в я и не успевал твой любимый предмет мой любимый предмет хороший вопрос мне нравилась история не знаю на ней можно было поспать порисовать и вообще в принципе я как-то ухом усваивал информацию без лишнего напряга поэтому история здесь лучше ты говоришь что рисуешь ты с детства рисуешь нет я как раз в школе когда начал учиться начал рисовать там что-то какие-то абстракции да что-то такое непонятное в самом узорчатое что-то и вот разные всякие такие вот формы я пытался рисовать несколько лет было активно я прям хорошо так даже помню за деньги в школе татуировки рисовал было такое да просто гелевая ручка и черная нормально вот выживал как мог короче в принципе я до сих пор люблю это делать просто сейчас музыка основное время моё все поедает поэтому сейчас я редко этим занимаюсь использовал свои рисунки для обложек своих ну вот вот как раз да недавно у меня вышел альбом официально он еще не вышел но вот привет такая дата у нас есть и я использовал да свою картину которую нарисовал сам мы кстати будем дома можно будет ее посмотреть так что за использую иногда отлично так слушай в школе ты ходил на школьной дискотеке да я любил это дерьмо мне это нравилось больше всего там нравилось тёлки да не особо я как-то вроде бы и не был таким каким-то ловеласом или хастлером да вот как-то все доходило до того что меня кто-то приглашал а я так ну ладно давайте хотя мне конечно в душе очень хотелось и нравилось потом вот эта атмосфера праздника она мне нравится до сих пор на мероприятиях ты как-то выделялся среди своих одноклассников одевался я ужасно тогда у нас не было денег вообще ни на что просто ни на что дня из-за одежды вечно какое-то дерьмо было прям ужасным было вот мамка конечно как могла помогал мне вот но это было ужасно так что я ничем не выделялся кроме того что я вот прыгал я тип там паркуром занимался лет восемь наверно подряд и пожалуй это выделяло меня до из толпы то есть люди знали что я что-то такое делаю и типа я там крутой а сейчас сможешь что-то такое сделать ну сальто я еще могу делать до конфликты были ким школе с одноклассниками может паваллельными школами нет он у меня было всегда так что как бы не знаю не знаю чем это обусловлено но вокруг меня собиралась компания обычно то есть у меня все знали и у меня ни с кем не было конфликтов то есть было твоего пг лично у пг тяжело назвать это скорее какие-то либералы хоть мы не говорим за политику но можно так нас было обозначить мы такие просто просто тусовались просто о чем-то своем и у нас был всегда круг заинтересованных людей которым тоже было интересно сами тусоваться как-то так было до 1 любовь тоже школе было или позже да 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 до сих пор помню до сих пор помню конечно мне очень нравилась одна девочка мы учились вместе ее звали вероника вероника шатохин если увидишь привет вероника я все еще помню тебя и да и в общем она мне нравилась но я как бы очень стеснялся и там ничего не мог ей сказать и как-то на уроке по моему там литературу или русского ко мне попала записка и в записке было три вопроса как оказалось позже их писала ее подруга и вообще все это было странно потому что вот человек я его люблю я боюсь ему об этом сказать и от этого человека мне записка как бы да то есть я я аж не понял это был такой подарок судьбы мне было так приятно но поскольку у меня не было на тот момент таких ну вообще каких-то отношений я не знал как себя вести да и денег у меня как бы не было и все это выглядело как весьма позорно то есть когда мы гуляли она покупала мне орешки и в общем тяжело вспоминать купить будет было слушай лет наверное не поможет может один из 12 что-то типа того не очень помню так чем все закончилось закончилось все да ничем как-то так вот мы походили погуляли погуляли а потом мы как-то и отдалились друг от друга ну потому что я не знал что делать никакой инициативы не было как бы я был наверно не готов к этому поэтому все и закончилось да вроде было такое да да после школы ты куда-то дальше пошел учиться я еще сменил одну школу меня выгнали школы ну я там типа взял на себя очень много всяких егэ которые типа не стоило брать потому что я начал портить учителям статистику и я сдавал по геометрии биологии еще дополнительно других предметов и биологичка сказала что если она увидит меня в этой школе в следующем году я здесь навсегда останусь и собственно я воспринял это как предлог смене школы и перешел в другую до школу там нашел новых друзей все было здорово это как начать жизнь с нового листа там еще не знали что я придурок и поэтому можно было как-то это все по-новому перестроить потом когда мы дошли до математики все обратно вскрылось все все поняли но в целом было классно чем твоя придурковать выражалась не знаю может быть в поведении может в этом таком чуть-чуть наплевательском отношении к этим дисциплинам к учебе наверное я не очень любил там домашние задания все такое мог прогулять вообще запросто как это сказывается на твоем творчестве нет кстати кто что я больше более ответственно подхожу сейчас уже спустя столько лет да я гораздо ответственнее отношусь к этому ну потому что это и мой заработок сейчас напрямую поэтому там такая тема не прокатывает короче там не прогуляешь никуда не денешься от этого слушал у тебя еще и того никнейм из лео кэп это расскажи по историю как он появился ну мои южные братья коллектив комьюнити добро они обратились ко мне с просьбой сделать что-то на 140 и когда я сделал первый трек нужно было придумать ну имя да потому что я захотел другой псевдоним я захотел разделить не обобщать как бы до черную бочку с лео с лео кэпом уже впоследствии и в тот момент когда я получается до придумал имя у меня лежала на столе кепка моя которую я люблю носить мне жена я подарила таиланде до купила да и собственно я подумал что лео кэп как леопардовая типа кепка это будет классное имя что-то такое яркое что-то не знаю леопардовая и собственно так и появился да этот псевдоним так и появился да хорошо такой еще вопрос а нет конфликтов блэк-баррел или о кэп нет нет конфликтов нет ну не знаю может быть у лейбла есть претензии что я очень много времени посвящаю этому дабстепа но мне никто не говорил так что вроде бы как проблем никаких с этим нет у тебя внутренних нет проблем то сейчас сегодня лео кэп а завтра блэк баррелл не не вообще не думаешь об этом что может быть это раздвоение личности либо не он мне помогает помогает разгрузиться если я например устал там от там привычного драма бейса да я могу сделать что нибудь дабстепи это наоборот классно наоборот помогает а поведение у блэк баррела лео кэп одинаково либо она знает ну можно сказать что лео кэп поглотил блэк баррела потому что если раньше я не особо там как-то до входил в какой-то образ то сейчас образ лео кэпа он типа везде присутствует со мной и мне он нравится не знаю больше я не помню кем был блэк баррел а ты можешь особо показать блэк баррела покажи сейчас смотреть давайте посмотрим на блэк баррела блэк баррела выглядит вот так вот вот так выглядит блэк баррел говорит так и говорит также да но вот одевается кепка одевается очки или у кэп уже его прикрывает да так что мне нравится так больше чем по-другому слушай какая самая вредная привычка в твоей жизни думаю что курение не думать избавиться да думаю да значит потом опять начинаю и пока вот не избавился я вообще не курил на самом деле я начал то относительно недавно курить нам пару лет такой а зачем вот это хороший вопрос на которой я не знаю ответ как ты думаешь почему я вничал мне нравится вот эта эстетика сигаретного курения когда ты стоишь не двигаешься смотришь куришь думаешь о чем-то я думаю этом именно именно это многих и привлекает это превращается до во вредную привычку нет тишина и далее продолжаем чего ты больше не боишься думаю что смерти а еще больше ничего не быть ничего не боишься как думать что после смерти будет просто выключить цвет и либо есть во продолжении но мне кажется что наверное есть другая форма сознания вот и скорее всего это просто переходишь в другую форму сознание думаю что так самое бесполезное это вата денег в твоей жизни моей жены спросите ну да слушай да ну что то как то мы пришли на курсы английского и по моему я там что-то тип 6000 отдал и мы посмотрели с чего они там начинают и они там что-то начали про картошку помидору читаем еще вы говорите я понял что это вообще я туда ходить не буду они мне скажут что деньги они мне не вернут поэтому это была самая бесполезная трата денег моей жизни думаю другого другое тоже что-то было но это я прям запомнил то есть исходил на одно занятие и все да да ну я подумал что я быстрее сам выучить чем я буду так ходить еще и далеко это было не знаю зачем вообще туда приехать понятно слушать и какими занимаешься видами спорта на там и паркура может он сноуборд велосипед я катался на сноуборде на 5 сезонов подряд я гонял даже сальтухи я делал с доской джибингом тут занимались мы у нас комьюнити тут было оно вообще и есть просто я немножко перешел в другую сторону потому что я помню тот момент когда я продал сноуборд и весь свой став вообще для того чтобы купить себе 850 диджики и короче 400 этот микшер и да меня тогда позвали в питере играть первый раз и мне мне нужно было где-то попрактиковаться я захотел себе купить деки нашел купил собственно в этот момент я и как бы перестал кататься это было 2015 году связьте в мужа не вообще еда есть желание съездить по кататься потому что в горах классно я ездил катался на эльбрусе на эльбрусе вообще здоровская воды вообще времяпрепровождение это классная ты с пацанами то тусуешься прикольно время проводите ничего не ломал не даже когда паркором занимался были повреждения ничего не ломал ну может какие-то там вывихи еще что-то но ничего не ломал так что как-то да как-то я обезопасился от и сейчас мы поговорим о разных конфликтах что же нет расскажи какие были конфликты вообще надо нб сцене с тобой здесь в россии из глобального да вот пару лет назад был с бесом женя привет с бесом конфликт вот у нас вот там такая сложная ситуация многослойная была расскажи свою точку зрения как вообще началось как продвигался чем закончилось началось началось все таки мне мне кажется что там есть какая-то личная неприязнь вот может быть я и не прав конечно но да началось с того что ну я скажу потому что в принципе это уже поднималась да это уже было в сети и даже может до сих пор где-то есть жени полец ко мне с непрошенными советами начал учить меня жизни до начал говорить мне то что не нужно было мне говорить вот я ему ответил ответил неприлично ответил да вот я ответил но я использовал текст личной переписки в открытом доступе на soundcloud это послужило первым шагом для этого конфликта и собственно все вылилось вот в этот конфликт не знаю это такая долгая история и сложно объяснять что там было потому что где-то я был не прав где-то он был не прав я думаю что мы оба сделали немало глупых заявлений вот закончилась чем-то тишиной закончилась уже не все удалил поэтому и тяжело объяснять как бы да там было много всяких комментариях вот но он сказал что я до сделал не очень хорошую вещь и удалил какую вещь но сделал пост вырвал из контекста фразу которую я сказал там написал которая не имела отношения к тому что потом произошло вот так что за просто чем он был такой контекст ну началось по моему все с того момента когда у меня вышла и пишка фабрик и как это у нас обычно бывает в комментариях люди оставили всякую срай какие-то там комменты но можно сказать что это как критика только она не обоснована это просто мнение человека которому не нравится это просто по мне так есть те не нравится не надо ничего писать зачем грязь лить вот собственно я об этом написал но конечно в несдержанной форме потому что на самом деле я критику ну к ней как это сказать с тревогой такой отношусь потому что я стараюсь чтобы сделать и конечно тебе неприятно когда к те кто-то пишет что это говно и ему не нравится я же так не делаю когда мне не нравится я могу сказать да если мне там не нравится с друзьями там обсудить еще но я не иду в комменты и не пишу это это просто неприлично собственно я написал да что вечно русня ебаная так и норовит ставить свои пара копеек да что-то такое я не помню точно но русня ебаная там точно было и русня ебаная это был как бы такой ненародный до термина а русня ебаная это именно те комментаторы которые льют говно на как бы да на творчество вообще на твою работу потому что статистика показывает же не конечно утверждал об обратном но на самом деле очень много русских людей которые оставляют комменты негативные и это просто факт но я сказал что русня ебаная так и норовит свои пять копеек ставить женя потом когда все этот конфликт накалился вырвал от из контекста и написал что что-то там у меня снесло по моему башку после и кей что-то зазвездился я типа и теперь я русофоб понимаешь но это это радикально отличается от того что я написал и этот контекст это было вот это честно было по-блядски прямо не при а вот за это я прям не уважаю остальное пожалуйста хочешь учить жизни учи но вот это делать это это было излишне как по мне собственно вот этот конфликт он тянулся несколько дней сцена разделилась кто-то начал защищать меня кто-то начал меня наоборот поливать у тебя защищал я не помню там было много потому что было где-то 500 комментариев ну хотя бы по времен скажи да много кто я не буду говорить кто потому что на самом деле было еще и такое насколько я понял что часть людей которые и хотела бы сказать что-то за меня они не хотели поскольку видимо они знакомы с жене они не хотели тоже что-то говорить кто-то с фейков оставлял какие-то комментарии кто-то так открыто заявлял но по мне это такая разрозненная сцена она ни к чему хорошему не приводит и не стоило бы этого делать ты будешь все запомнился хейтовый хейтовый да я на самом деле я не помню потому что у меня начался сильный стресс когда пошел этот конфликт у меня норовились руки там что-то написать я что-то там написал крыса что-то там такое короче мне жена сказала не надо лезть в это ты сейчас только хуже сделаешь и сейчас все слова которые ты напишешь они потом против тебя будет использована и я замолчал как бы я засел мне активно информировали там скидывали скриншоты как бы там что там опять что-то но это прям горячая такая точка была и после этого ну вот я отсиделся несколько дней ничего не писал все закончилось и женя удалил пост я мало чего запомнил оттуда но я читал мне было интересно потому что было интересно послушать что вообще люди думают я запомнил знаешь что я запомнил что люди сказали что хватит его пиарить и кто-то написал что да где что пиар а чувак говорит да вот я знать не знал кто он такое пошел гуглить как бы типа так что антихайп то есть у вас было поговорено с бесом не было если бы это было я думаю мы бы активнее участвовали в этом об этой конфронтации вот поэтому ну ты согласен за счет этой ситуации у тебя больше прибавилось поклонник мне кажется да мне кажется обо мне больше узнал людей то есть однозначно этот конфликт сделал меня более известным то есть молодые музыканты если вы хотите как-то больше продвинуться и стать интересней конфликтуете с бесом либо с другими звездами ну кстати это факт что женя достаточно медийная личность и у него большая своя аудитория поэтому это сыграло мне на руку может так сказать он тебя звал на нейропанк меня звали на нейропанк ну там ты же знаешь что несколько как бы направлений есть да там вот типа ликвидовая диповая абстрас вот меня звали на абструс поиграть звали то есть это было один или два раза меня звали поиграть но я не согласился даже считаю что гонорары должны быть нормальные адекватные поэтому я не согласился стыдно должно быть мне кажется вот из-за русских продюсеров таких известных кто-нибудь в этом конфликт участвовал на твоей стороне нет то есть люди занимали какую-то ну как сказать кто-то смотрел а кто-то писал свое мнение да и я думаю что так конкретно чтобы кто-то за меня горой конечно у меня есть свои друзья до про которых я не буду говорить вот что они конечно были на моей стороне конечно они тоже были в шоке от конфликта я думаю на обоих сторонах было достаточно людей которые наоставляли там мнений своих были ли такие люди которым это хорошо общался после этого конфликт они от тебя отвернулись вообще в принципе я со многими людьми общался так чтобы прямо отвернулись до такого прям не было я думаю что в принципе кто связан с этим движением и с кем я общался я общаюсь и по сей день мне в принципе ничего не мешает если я хочу и общаюсь если люди хотят я тоже общаюсь хорошо дальше продолжу по конфликту вот прошло два дня и как-то монет сошел кто был прав ты либо он как ты считаешь тут нету как бы до правых и неправых тут есть конфликтная ситуация двух людей до 1 использовал информацию против другого до из переписки из личной и 2 чувак тоже как бы использовал информацию как он хотел и все это вот вся суть конфликта она произошла здесь между нами все что было потом это уже сверху мнение людей которых принципе мы не спрашивали но поскольку подключилась социальная сеть пришлось как бы до всем пришлось что-то написать все кто что-то хотел и думал они написали и как ты думаешь зачем это нужно я думаю что наверное наверное я его оскорбил тем что я написал тоже того софоб нет это оскорбляет меня они они его оскорбил я думаю что тем что написал что лижешь сапоги западу я дальше этой строчки да не буду раскрывать какую-то суть вот но я думаю что это это и и и мое последнее сообщение которое мы записал вконтакте она послужила сильным катализатором для розжига вот этой всей истории думаю что так с тех пор не общаетесь нет хотя я хочу с ним пообщаться то есть если у тебя будет возможность с ним поговоришь пообщаешься не думал ему написать я даже у крота в мобильник спрашивал но он сказал что нет то есть примирение и да я за я я за общение мне вообще не нужны конфликты я за плодотворное сотрудничество не конфликт но ты вообще уважаешь и ценишь то что он делает вообще для сцены конечно конечно он очень долго выращивал свою аудиторию вложил туда много сил и времени и средств и я с какой-то стороны наблюдал за этим очень долго то что у него есть передачи на аэропанк и я по моему с 30 или с 20 не с 28 до 28 выпуска я ее наблюдал в течение долгого времени я видел как он из ничего сделал что-то что по сей день там приносит ему доход я думаю что это достойно уважения так что все что он делает все-таки это как никак он популяризатор а так сложилось что и благодаря его подачи я до сюда пришел драм-н-бэйс я это всегда упоминаю всегда с уважением к этому отношусь то есть ты говоришь что без был каким катализатором для твоего творчества да он был как бы он по сути как стал зачинщиком того что я пришел в эту культуру то что я услышал его подкаст где русские музыканты делали эту музыку так как ее не никто не делал я такого нигде не слышал и я тоже захотел тоже захотел быть частью этого тоже захотел показать то что я могу поэтому можно сказать что у меня спровоцировал